Урок правил дорожного движения у пятиклассников сегодня необычный. Дети особенно оживлены. Учитель не просто рассказывает им о безопасности на дорогах, но и о поведении на остановках. И предлагает детям придумать свой собственный остановочный павильон. Идея конкурса очень понравилась, потому что есть возможность поговорить с ребятами о нашем городе, о Наукограде, о том, как можно преобразить малые формы архитектуры в нашем замечательном городе. Дети, как никто другой, обладают безграничной фантазией. И вот на бумаге очень быстро проявляются самые разнообразные идеи маленьких художников. Я нарисовал остановку в виде ракушки. Ну, там внутри есть лавочки, есть типа стола. Чтобы можно было просто посидеть, отдохнуть и поговорить. Мы хотим, чтобы у нас построили эту замечательную остановку. Мы хотим, чтобы в нашем городе была остановка, как в виде избушки на курьих ножках. Внутри будет небольшая столовая, где люди могут отдохнуть, попить чай и поесть булочек с тортиком. А снаружи будут нарисованы елки и цветы. Среди шквала идей есть и остановки, которые будут символизировать именно биск. Напомнят горожанам об истории и культуре нашего города. Настя Обложкина решила, что как нельзя лучше для этого подойдут картины, которые будут висеть прямо на остановке. На этих картинах будут изображены либо какие-то части города, дома, развлекательные центры. Может быть, это будут картины бийских художников. А некоторые дети создавали свои эскизы, пользуясь современными технологиями. Здесь у меня, так сказать, диваны, чтобы люди сидели на них и не стояли, не ждали. Также у меня здесь есть кофейные столики, чтобы почитать журналы или, допустим, попить кофе. Каждый из детей сегодня почувствовал себя маленьким архитектором и по-настоящему приложил руку к благоустройству города. А есть ли идеи у вас? Мы ждем ваших работ. Присылайте свои эскизы на электронный адрес otn-tv-sobakamail.ru. Звоните по телефону 31 10 50. Конкурс решено продлить до конца января по просьбе телезрителей, чтобы от души можно было творить все новогодние каникулы. Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских. Новости ОТН.